Всем доброе утро! С вами ваш любимый ведущий Дмитрий Михеев. И мы сегодня расскажем о праздниках, которые скоро намечаются. Самая грустная новость этого декабря, что не будет елка хороводов. Но не волнуйтесь, мы вам покажем, как провести время. Дедушка Мороз Целый год мы ждали шумного и радостного Нового года. И вот тебе здрасте. Все веселье отменилось. Совсем не такого сюрприза мы ждали на Новый год. Пострадал даже сам Дедушка Мороз. Ох, конечно, у меня было множество задумок. Потому что я все-таки люблю в новогодние праздники пообщаться с разными ребятишками, со взрослыми. Послушать их пожелания и прочее, прочее, прочее. Этого очень мне не хватает. И нам тоже этого не хватает. На Соборной площади не ставят сцену, не открывают резиденцию Деда Мороза, не готовят концертов. Народные гуляния тоже пока не планируются. Хорошо, хоть парки города не закрывают. Но и там все развлечения только на свежем воздухе. Вы сможете покататься на лыжах, на коньках, на горках. Но хоровод возле елочки поводить не сможете. Анимации, скорее всего, тоже не будет. Зато на ватрушках можно кататься сколько влезет. В парке 40-летия в ЛКСМ всю зиму будет работать Ульяновский зоопарк. Все звери на месте. Только некоторые перебрались в теплые помещения. Терем Деда Мороза будет открыт только для небольших групп ребят. В парке Победы будет проходить фотомарафон. А в семье и Прибрежном конкурс снежных фигур. Те же, кому развлечений на свежем воздухе не хватит, Добро пожаловать в онлайн Владимирский сад. Детей ждет много всего интересного на площадках Zoom, в социальных сетях ВКонтакте, в Инстаграм, где в ежедневном формате мы проводим мероприятия. Творческие мастер-классы, интервью с известными жителями творческими нашего города, всевозможные концерты. Все это в социальных сетях специально для вас. Наслаждайтесь. Тема «Хорош Новый год». Как его ни празднуй, он всегда будет классным. Главное, как бы интересно ни было у экрана компьютера, проводите больше времени на свежем воздухе. Ведь это главный залог здоровья. А если мы все будем здоровы, то никакие коронавирусы больше нам праздник не испортят. 2020 год подарил нам новые правила. И надо одевать перчатки, маски и соблюдать дистанцию. Где? Да везде. В магазинах и в кино. Кстати, а что сейчас показывают в кино? Новогодние каникулы – это самое лучшее время, чтобы пойти в кино. Сейчас мы вам расскажем о самых громких премьерах наступающего года. И начнем мы с мультика «Несмешимые ботковые». Все помнят эту фразу «Смешного коня» из мультика про русских богатырей? Так вот теперь Юлию и его подковым будет совсем не до шуток. И их в своей сети поймает очаровательная звезда Востока. Ради нее Юлий пойдет на любые безумства. Продолжаем богатырскую тему. Как вы помните, у Ильи Мурманца был сын Иван Найденов. Он и стал «Последним богатырем». Только это уже не в мультике, а в фильме. Если в первой части «Последнего богатыря» Ваня из нашего мира только попал в сказку и все никак не мог к ней привыкнуть, то в новом фильме «Последний богатырь» уже как следует обжился в Белогорье. Я чудище убил! Чудище – это ты! Что за привычка у вас такая? Богатырская, не разобравшись всюду копьем, тыкать третий генератор за неделю! Но спокойно жить в сказке все равно не получается. То финист ясный сок и подругу увозит, то древнее зло не вовремя просыпается. Вся надежда только на Ваню и его молодецкую удаль. Этот фильм уже про героев, только не из сказок, а из настоящей жизни. Для кого спасать жизни людей – это ежедневная работа. Когда вокруг полыхает лес – не до шуток. Только самые отважные могут совладать со стихией. Вот они, настоящие богатыри нашего времени. Они готовы к любым трудностям, даже самым неожиданным. Молодой, ты там что, гнездо бьешь? Все нормально, нормально. Этот фильм о героях нашего времени. В бригаде пожарных нужно спасти жителей деревни, оказавшихся заложниками у лесного пожара. Бояться им некогда. Каждую минуту приходится отвоевать огненные стихии. Получится ли у них? Смотрите в кинотеатрах. И, кстати, о кинотеатрах. Не забывайте про правила их посещения. Все посетители, которые приходят в кинотеатры, обязаны использовать маски. Также мы очень просим всех соблюдать порядок рассадки в кинозале. В общем-то, у нас указано, где можно садиться. Единственное исключение делается, если вы приходите с семьей, например. Приятного просмотра и отличных праздников! Декабрь самый щедрый. Он подарил нам Новый год. А что произошло в других странах? Через несколько дней праздник Ханука. Это такой светильничек по имени Хануки. Друзья, мы играем вот в такие штучки, которые крутятся вот так, и кушаем зубганеты, которые они сделаны из масла. Привет, друзья! Меня зовут Алия. Я в очень хорошее настроение, потому что скоро Крисмас. Это гаджет, елки, подарки и еленочный елк. Мы ждем Санта-Клауса, чтобы он принес вам чудесные подарки. И мы всегда даем ему какую-то печеньку и молочка, чтобы он мог съесть. И, конечно, морковку для оленя. У каждого члена семьи есть такой сапожок-носок. Его обычно вешают либо на стенке, либо над камином. Когда Санта-Клаус приходит в дом, то он кладет в каждый носок чуть-чуть подарочков и фруктов. Новый год – это такой праздник, где мы наряжаем елку, делаем работу, открываем подарки и едим все, что вкусно и еще чуть-чуть полезно. Мы купили надувные игрушки Гринча и Деда Мороза на белом медведе. Мы повесили сосульки, эти разноцветные фонарики и снежинки на кусты. Новый год откидываем коктейки и кушаем коктейки. И... И... Пока! Пока! Пришло время для самой вашей и нашей любимой рубрики «200 вопросов». Дорогой Дедушка Мороз, ты всем даришь подарки на Новый год. А сам бы какой хотел подарок получить? Лучшим подарком для меня это всегда является именно хорошее настроение и радостные улыбки детей. Поэтому очень надеюсь, что в следующем году отступят все невзгоды, неприятности, болезни, и можно будет в большой радостной компании встретить и день рождения, и Новый год, и другие всевозможные праздники. Для Дедушки Мороза это очень важно. До Нового года осталось всего лишь 19 дней, а мы с вами встретимся через две недели. Так что, пока! Зимой солнечные дни часто холоднее, чем пасмурные. Все зависит от ветра. В эти выходные будет облачный, и ветер будет не сильный. Катайтесь на лыжах, на коньках, бегите на горке. Зима – это здорово! С вами была Бибик Мира. Хороших вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова